Всем здрасте! Сегодня я хочу с вами поговорить на очень близкую мне тему. Я даже не знаю, за всю историю моего канала я на эту тему не разговаривала, я даже не понимаю почему, поскольку эта тема близка мне очень, я каждый день с ней борюсь, и это тема как бороться с прыщами. Я вам очень часто рассказывала, что у меня лицо относительно проблематичное, у меня кожа комбинированная, такая более жирная летом, более комбинированная нормальная зимой, что меня очень высыпает, часто высыпает, и высыпания они бывают разные, поэтому я подумала, что у меня есть с вами чем поделиться, рассказать свой опыт, как я борюсь с прыщами и как я стараюсь поддерживать свое лицо чистым. Самое первое, что я хочу сказать перед тем, как я начну это видео, если вы страдаете от акне, это не высыпание, о чем я сегодня буду говорить, это не прыщики, именно акне, советчики вам не YouTube, не бьюти-блогера, советчики вам дерматолог, идите к врачу, обычно акне, и не только акне, очень многие наши проблемы, которые мы видим снаружи, они внутренние проблемы, поэтому идите, проверяйтесь, сдавайте кровь и лечитесь, потому что акне замазывать тональником или какими-то мелкими средствами, от чего прыщик проходит, это однозначно не поможет, акне нужно лечить. Итак, давайте начнем с самого начала. С самого начала, для того, чтобы у вас кожа была красивой, упругой, свежей и тому подобное, пьем воду. Пить воду очень важно, и насколько бы банален этот совет не был, пить воду очень важно, как минимум 2 литра воды в день. Пейте воду, вода будет возвращать эластичность вашей коже, вода будет придавать вам живности, свежести, поэтому... Вообще вода полезна очень организму, поэтому не забывайте пить воду, вы видите, я постоянно пью воду, даже перед вами в видео постоянно у меня есть этот стакан, который я вечно на себя разливаю, а пейте воду. Также я бы советовала убрать количество сахара, которого вы едите. Под сахаром я подразумеваю шоколад, булочки, в общем, везде, где есть сахар. Я на себе это замечаю, что когда сильно меня начинают высыпать, это значит, что я переела шоколад. Я уже где-то пару месяцев стараюсь не заносить домой шоколад, то есть у меня дома нет шоколада, я дома не ем шоколад, и где-то если мы куда-то выходим, у кого-то где-то есть шоколад, я да, я съем кусочек, тут кусочек, там, но я стараюсь домой не покупать шоколад, потому что я вообще, у меня, я сумасшедшая по шоколаду, у меня это уже аддикшн, я обожаю шоколад, я без шоколада жить не могу, поэтому домой шоколад не покупаю. Сахар не пить в чай и почти в кофе. Я себя приучила уже давным-давно. Сахар я не пью в чай, когда у меня появились перещины в 12 лет, я перестала пить сахар в чай, в кофе. Раньше я всегда пила 2 ложечки сахара, сейчас я перешла на пол ложечки сахара. И один хороший совет, который дала мне моя подруга, перестать пить обыкновенный сахар, который я уже 100 лет так и так не пила, но я всегда пила коричневый сахар, да, такой как черный. Она мне посоветовала пить и готовить все с кокосовым сахаром. У меня вот я вам могу показать, как он выглядит. Он похож как на коричневый, только он выглядит как песочковый. Можно купить на iHerb, на White Coast. Я, если честно, не чувствую разницу по вкусовым качествам. Насколько я понимаю, этот сахар намного более как натуральный сластитель. Он не похож на сахар, насколько я могу понять. Он немножко отдает кокосом в самые первые секунды, когда вы открываете упаковку, но потом он перестает пахнуть кокосом. На вкус он, в принципе, как сахар. А мне вот такой вот банки, там примерно полкило, когда заказываешь, мне такой банки хватает примерно на 3 месяца, может быть, на 4, нас двое. Мы пьем только кофе с сахаром. И, может быть, когда, я не знаю, делаем какие-то блинчики, мы добавляем его. Выпечку его тоже можно добавлять, насколько я знаю. В общем, подводя итогу к сладкому, очень старайтесь контролировать количество сладкого сахара, которое вы заносите в свое тело, потому что, если вы проблематичны, у вас есть склонность к прыщам, то сахар будет первой причиной, которая вам даст такой красивый мухоморчик на лице. Второй совет, который я хочу вам дать, обязательно обращайте внимание на составы. Это тоже вам может показаться банальным, но вместе с тем обращайте внимание, на что вы можете реагировать. Я имею в виду, что, если вы на себя наносите какое-то средство, к вечеру вы приходите, и вдруг вы замечаете, вот, например, у меня есть один тональный, которым я пользуюсь уже очень давно, и я им довольна, так, знаете, на 70%, и тут на прошлой неделе я обратила внимание, что у меня вот здесь вот высыпало, думаю, блин, что это такое? И оказалось, что потом пару раз еще попользовалась, мой тональник дает мне сыпь, он меня высыпляет, поскольку у меня было много тональников, я им на каждодневной базе, на протяжении, там, например, месяца не пользовалась, а тут я начала пользоваться, потому что я его хочу закончить, потому что он уже почти заканчивается, и я поняла, что он мне дает высыпания. Поэтому обращайте внимание на состав, обращайте внимание на продукты, которые могут давать вам высыпания. Есть очень многие люди, включая меня, у которых высыпание появляется от SPF, обращайте на это внимание тоже, я перестала пользоваться всеми дневными кремами с SPF, я пользуюсь только SPF в косметике, то есть в тональниках, в пудрах, они мне не вызывают никакие высыпания, все крема с SPF, к сожалению, вызывают не высыпание, забивают нею поры, у меня сразу высыпают здесь, высыпают здесь, здесь, в общем, везде. Третий совет, он тоже может показаться вам супер банальным, но не трогайте, пожалуйста, свое лицо в течение дня вашими руками. Мне очень сложно это не делать, потому что я постоянно трогаю лицо руками, у меня, когда начинается, я немного нервничаю, что-то у меня не получается, или немножко что-то на работе, я постоянно, у меня вот руки автоматически идут на лицо, и знаете, я вот типа пальцем сижу, и вот так вот ковыряю. Это самое ужасное, что мы можем сделать для нашего лица, потому что появляются прыщики, появляются пятна, появляются рубцы, которые не проходят с возрастом кожи, она такая эластичная, как она была, когда мне было 20 лет, и поэтому рубцы и всякие высыпания, они остаются намного дольше, нежели это было 10 лет назад, поэтому, пожалуйста, не трогайте свое лицо вашими руками. Если поговорим о самом прыщичке, и вы из тех, как я, например, что вы не можете увидеть прыщик на своем лице, и вам обязательно его нужно выдавить, а есть много разных способов, как выдавливать, когда выдавливать, нужно ли выдавливать, и об этом есть очень много дебатов. Конечно же, все советуют не трогать прыщик, дать ему созреть, и когда он же там созрелый, он же сам лопается, и его чуть ли выдавливать не надо. Я до этого момента никогда не доживаю, и не могу я привыкнуть к тому, что у меня есть прыщик на лице, мне нужно сразу его сковырять, чем-то замазать, чем-то зажечь, что-то на него наложить, поэтому единственное, что я могу посоветовать, не выдавливайте руками. Есть сейчас в нашем модном мире, в нашем современном мире, много разных предметов, которые вам могут помочь это сделать. У меня вот такой вот предмет, который стоил мне копейки. Это вот такая палочка, на одном конечке у нее иголочка, для того, чтобы проткнуть прыщик на другом, вот такая вот как петелечка, не знаю, видите вы или нет, есть разные, есть такие как ложечки с дырочками, есть очень много разных вариантов. Я вам могу сказать, что когда выдавливаешь прыщ, которым можно выдавить этой штукой, не остается пятно, не сдирается кожа, и как бы не образовывается ранка, если вы понимаете, что я имею ввиду. Поэтому я очень советую обратить внимание на такие разные штучки. Если вы живете в Израиле, эта штука купила в Бьютике, она стоила 3 шекеля. Пятый совет. Пожалуйста, не мучайте свое лицо, особенно обычно, у кого есть высыпание, это люди с комбинированной кожей, с жирной кожей. Обычно те, у кого нормальная кожа, сухая кожа, они от именно конкретно прыщиков не страдают. Поэтому не умывайте свое лицо чересчур много раз в день. Не умывайте свое лицо больше двух раз в день, утром и вечером. И вечером я вам советую умывать лицо двумя этапами. Обязательно сначала смывайте косметику каким-либо средством, например, как мицеллярной водой. Я вот сейчас пользуюсь такой мицеллярной водой от Гориниер. Чистая кожа матирует, удаляет загрязнение, снимает макияж. Такая вот зелененькая, насколько я знаю, она что-то типа новой воды. После того, как я сняла весь макияж мицеллярной водой или любимой бальзамом, которым сейчас можно снять, в общем, любым средством, умывайтесь вашей умывалкой. Если ваша умывалка рассчитана на какие-то действия, свойства, она будет более эффективна, потому что она не будет просто снимать косметику, она уже будет на более чистую кожу действовать тем, что она обещает в принципе делать. После того, как вы очистили мицеллярной водой лицо от косметики и начали умываться вашей умывалкой, я вам советую пользоваться или муслиными полотенчиками, что на самом деле мне кажется, что муслиная полотенчика это самая обыкновенная марля, которая сложена в нескольких этапах. У меня вот такая вся замызганная желтая, потому что у моих средств, которым умываюсь вечером, это бальзам, он такой терпко-желтый, и она красится от него. Или вот такими вот разными щеточками. Есть много разных возможных вариантов. По поводу этих щеточек хочу сказать, что эта щеточка и муслиные полотенчики очень-очень-очень хорошо убирают пятна. Они не предотвращают воспаление, не предотвращают новые какие-то прыщики, но они убирают пятна от старых прыщиков очень эффективно, очень хорошо, относительно быстро. Я не знаю, насколько вы видите мое лицо на камере, насколько правильно оно вам передается, но у меня вот все вот эти вот зоны были в пятнах. Именно поэтому я пользовалась относительно такими, ну именно поэтому я пользуюсь в принципе тональником для того, чтобы именно выровали мне тон лица и закрыли мне эти пятна. Эта щетка отлично убрала мне мои пятна и сейчас я ей даже начала пользоваться немножко здесь на плеч, потому что у меня здесь тоже есть периодически некоторые высыпания и остаются пятнышки. Может быть и здесь она мне поможет. Если у вас все-таки появился прыщик, для себя я нашла самых два эффективных способа бороться точечно с прыщиками. Это конечно же масло чайного дерева, про него уже говорило миллион людей. Я не исключение, я стараюсь покупать самые такие качественные, но я все беру на самом деле на iHerb, вы это все знаете, поэтому я думаю, что на iHerb их много качественных. Я вот конкретно пользуюсь Aura Kesha, эта фирма называется. Я вам все ссылки, кстати, что я говорю сегодня, что где я смогу найти, обязательно внизу оставлю. Проверяйте инфобокс, вы всегда спрашиваете у меня разную информацию, всегда все есть в инфобоксе, обязательно проверяйте. Или разными бальзамами, сушительными, их тоже есть миллион разных, миллион, подбирайте для себя, ищите, чтобы состав вам подходил, чтобы он не вызывал больше аллергию, астму кожи и тому подобное. Я пользуюсь вот таким, вот от Марио, насколько я знаю, здесь есть что-то, что в составе, что не очень положительный ингредиент, я не помню, что. В любом случае, это такой бальзам, который, он идет, как с такой глиной, палочкой, вы наносите на прыщичек, и наутро этот прыщик проходит краснота, и он уже становится, сужается, и более становится сухим. Поэтому вот эти два средства, они отлично, точечно борются с прыщичками. Три дня, и у меня прыщик, в принципе, проходит. И также, если у вас нету ни масла, ни таких средств, самое простое средство, которое есть у всех дома, точечно нанесите зубную пасту на ваш прыщичек, и тоже зубная паста, она тоже вытягивает эту воспаленность, и сушит этот прыщик. Многие раньше, когда не было разных средств, не было возможности, может что-то покупать, так я в детстве пользовалась. Сейчас есть разные средства, поэтому я спасаюсь ими, но и зубная паста иногда даже очень помогает. Мой-мой совет для профилактики, все же, у кого проблематичная кожа, я советую хотя бы раз в неделю, два раза в неделю пользоваться разными тониками, вечером, после того, как вы умели лицо с целициловой кислотой. Я пользуюсь таким вот от Клиник, я вообще люблю тоники от Клиник, их составы мне подходят, и они, да, очищают лицо, я это чувствую, я чувствую, что они предотвращают новые воспаления, поэтому я как-то где-то так, два раза в неделю вечерком пользуюсь вот этим вот тоником, он отлично очищает всю оставшуюся грязь, если что-то еще не вычистилось, и в общем делает какую-то минимальную профилактику моему лицу. Восьмой мой совет, также делать маски для вашего лица, самые простые маски, тоже миллион разных советов и масок и фирм есть, я вот пользуюсь двумя хорошими масками, которые мне очень нравятся, это маска глиновая от Innisfree, и также маска от черных точек на нос от Misha, которые, для этой маски они относительно популярны, почему я люблю именно эту глиновую маску, потому что, когда ее наносится, она засыхает, она не стягивает лицо, мне это ощущение очень нравится от глиновой маски, поэтому именно ей пользуюсь, и ну от Misha, не знаю, по-моему, самая обыкновенная простая маска, она такая, как глицериновая, вы ее наносите на нос, она застывает, и потом такой пленкой вы ее снимаете, и она просто замечательно снимает черные точки, если там, где вы живете, есть другие похожие маски, обязательно хотя бы раз в неделю, желательно два раза в неделю, два не получается, хотя бы раз в неделю пользуйтесь этими средствами, вы увидите, что если вы будете постоянно пользоваться и постоянно ухаживать за вашим лицом неделю в неделю, день в день, вы увидите, как ваше лицо будет становиться намного свежее, намного лучше, более выровненное, более чистое, в общем, обязательно пользуйтесь масками, на сужение пор, на вычищение всей гадости, которая у нас есть на лице, это обязательно вам поможет. Мой девятый совет, и по-моему, у меня их просто 9, я думала, что у меня их здесь, но у меня их оказалось 9 советов. Если у вас есть прыщик, вам нужно его замаскировать, пожалуйста, сделайте себе одолжение, не кладите вот такой вот слой тонального средства на ваше лицо, как учит нас Лиза Элдридж. Если вы понимаете английский, я вам очень советую канал Лиза Элдридж, она британский визажист, у нее миллион крутых советов, и она постоянно и постоянно учит не замазывать все лицо тональным средством вот таким вот слоем. Если у вас есть прыщик, берите какой-то плотный консилер, в моем случае это Нарсик, есть миллионы, выбирайте какой ваш любимый, который на вас работает лучше всего, берите кисточку, которая мисси-пусенькая, наносите точечно-точечно на руку консилер кисточкой и точечно-точечно на прыщичек его замазывайте, и так по всему лицу, где бы у вас не было высыпаний. Опять же, я не говорю те, у кого есть, ребята, акне. Акне это другая история, идите к врачу. Все, что я вам сегодня сказала, вряд ли для акне. То поможете, я говорю просто про стандартные прыщички. В общем, таким образом замазывайте ваши прыщички, сверху пудру, и ваше лицо будет выглядеть намного более натуральным, более свежим, более светлым, более красивым, нежели вы его замажете вот таким вот слоем тональника, и он будет на вас выглядеть неестественно, по-пудренному и вообще в жару, в тональный контурдом. Поэтому я очень советую вот таким способом замазывать ваши прыщички, мне это очень помогает. Ну что, ребятки, это было не 10 советов, а 9 советов, которые я хотела вам рассказать, посоветовать от себя, от моего опыта. Мне сейчас 31 год, и я думала, что когда-то мои прыщи пройдут, но, к сожалению, мои прыщи не проходят. Они, может быть, появляются в других местах, они становятся другими. И я должна научиться не лапать себя руками, потому что я не умею себя не лапать руками, постоянно у меня руки просто тянутся к моему лицу. Но я чувствую все то, что я вам сегодня рассказала и показала. Это такой уход, который мне помогает на относительно высоком уровне держать мое лицо в чистом состоянии. Ну что, надеюсь, вам было интересно. Не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться на мой канал. Мы с вами увидимся очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok